Здравствуйте, уважаемые зрители! Уже под конец Афганской войны наше правительство решает провести операцию «Магистраль» и разгромить врага в горной провинции на границе с Пакистаном, со столицей Хост, из которой маджахеды хотели сделать свой политический центр и создать на этой части Афганистана аналог запрещенного в России исламского государства. Сам город находился в осаде, а вела в него единственная дорога, перехваченная душманами. На переговоры маджахеды не шли и осаду снимать не собирались, держа, по сути, жителей в заложниках. Афганские силы справиться с этим не могли, и разворошить это осиное гнездо теперь предстояло общими силами. При этом оказывали безграничную поддержку радикалам, конечно же, из США, предоставляя не только вооружение, но и необходимые боевикам спутниковые снимки, согласитесь, знакомо. Для операции привлекались крупные силы, как частей 40-й армии, так и афганской. Готовилась операция в строжайшем секрете, и знали о ней единицы. Началась операция 23 ноября 1987 года, с атак советских разведывательных групп, которые завязали бои по всей линии соприкосновения, и вынудили противника спешно уходить к перевалу, выбросав при этом боеприпасы и часть вооружения. Причем брать перевал было решено 28 ноября 1987 года. Для этого производится выброска нестандартного десанта на позиции противника в районе перевала Сатэкандав. По сброшенным парашютистам враг открывает огонь, обозначая себя. После чего, конечно же, все огневые точки были подавлены нашими ВВС и артиллерией, а Дария высаживается вторая волна десанта и занимает перевал без боя. А что с первой волной, спросите вы, так там были манекены, набитые песком, поэтому в историю данный десант вошел как песочный. После перевала были взяты склады и базы боевиков, на которых в пещерах были даже определенные производства, к примеру, производство патронов. Затем вновь последовали переговоры, но они были, как и ранее, неудачными, поэтому вновь в бой вдоль дороги, которую перехватили боевики, выдвигаются наши ДРГ, которые занимают высоты, выбивая противника и обеспечивая продвижение основных сил. Параллельно в районе Хост десантируется советский батальон и бьет навстречу в тыл душманам. Как итог, к концу декабря 1987 года город Хост был деблокирован, а 30 декабря 1987 года в город пошли первые колонны со всем необходимым. В первую очередь это было, конечно же, продовольствие для мирных жителей. Потери наших войск безвозвратными составили 33 человека, тогда как у врага есть оценки до 3000 человек. В этом же районе, обеспечивая снабжение, города Хост на высоте 3234 7 января 1988 года совершила свой легендарный подвиг знаменитая 9-я рота. Но эта тема уже для следующей публикации. А на этом у меня все. Всем своя крепкого здоровья, до скорых встреч, до свидания.